здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале ну что ж сегодня снова вам расскажу о своих покупках зачем я так часто стала это делать ну во первых это очень популярный формат и очень денежный формат блогеры начинающие блогеры берите на заметку различные форматы типа распаковка что я купила это форматы где реклама стоит дорого поэтому в общем то я мама троих детей где так нужно кормить дети любят сладкое а скоро у нас еще два дня рождения в семье поэтому в общем то я такие видео выпускаю украсила справа от себя цветочком кадр поэтому в общем то все будет хорошо и кстати это видео будет полезно также минималистам потому что речь частично пойдет о концепции shop your closet то есть пойди и пошопся в своем собственном в своем собственном шкафчике то есть составь хорошие классные луки из того что ты ешь из того что ты из того что ты уже имеешь я обычно люблю ходить пошопиться на отдел точнее я обычно люблю ходить и пошопиться в ту часть где хранить свою одежду мой муж чему он очень и очень не рад кстати если вы подумаете что я плохо выгляжу и допустим плакала либо плохо спала все в порядке я просто не накрашена сегодня я решила записывать видео в таком натуре или натуре луки потому что ну бывает хочется и мне кажется очень важно позволять себе то что хочется сделать соответственно я очень часто люблю и смотрю в сторону вещей которые носит мой муж кстати вот этот лук составлен с кардиганом который очень многие видели на моем уже видели еще в прошлом году в этом году он его носит я просто хотела показать как посоветовал мне стилист итальянский точнее витринист что можно вот с таким платьем носить вещь мужскую и соответственно что называется с драматиза то есть убрать вот этот драматизм кружева черного кружева на мой взгляд получилось очень очень здорово сейчас я вам покажу вещь которую мне мой муж подарил это редкая редкая редкий случай когда он что-то мне дарит потому что он вошел во вкус он понял что я его хочу снимать и что он нравится соответственно он сейчас очень нехотя отдает мне свои вещи он всегда не хотя отдавал мне свои вещи если он говорил что тебе нечего поносить потом в общем то на права блогера я получила доступ я буду сушитами только для съемки только для съемки надо получила доступ к его гардеробной но сейчас он снова сказал нет все что мою мою и так он подарил мне вот такой бомбер это бомбер из трикотажа трикотажной ткани очень очень тонкая очень красивый цвет такой ментоловый цвет вот так редко можно встретить единственное что я сейчас блондинка мне такой ментоловый цвет мне очень хорошо зачем я эту вещь вам показываю вообще зачем это видео я сделала я покажу вам свои покупки которые очень отражают мой стиль то что я могла бы посоветовать носить вам и бомбер я очень часто советовала носить своих ранних видео потому что считаю что эта вещь универсальная ко всему подходит при этом если кожаная куртка косуха не на настолько универсально как бомбер это кстати вещь которая абсолютно новая ни разу не одевалась разбирали чемоданы с сезонной одеждой я увидела такой классный бомбер сказала дай мне я буду носить его и не не представилась возможность потому что уже было очень холодно так вот я говорила что куртка косуха она не настолько универсальна как нам бы хотелось потому что все зависит от длины этой куртки более укороченный вариант и я могу носить с юбкой более длинный вариант могу носить только с брюками в моем случае но мне кажется что и в вашем случае также вот бомбер он может быть очень очень длинным он может быть вот таким мужским и при этом он будет очень хорошо смотреться может быть укороченным он тоже можно может смотреться очень классно мы можем носить его расстегнутым можно носить застегнутым у меня есть видео посмотрите как классно эта моя подруга у неё бомбер и могу сказать что если вы хотите подобные бомберы себе найти ищите в мужском отделе манго а если вы живете в италии в европе то манга имеет свой сайт outrieta'd outlet.com, если я не ошибаюсь. Там вы можете найти классный бомбер. Я очень хотела себе купить на летний раз продажи. Были красивые сатиновые, темно-розовые, припыленные розовые. Да, боже мой, такие красивые цвета были. Бежевый был очень красивый, золотистый. Вот прям как сейчас, помню, стоят у меня перед глазами эти бомберы. Знаете, почему я не купила? Потому что я не смогла выбрать. Я решила, либо я опять возьму, либо я ничего не возьму. Ну и как минималист я решила, что я ничего не возьму. Мужской бомбер, либо просто бомбер. Если вы встретите, найдете, обязательно примерьте. У меня в гардеробе есть женские бомберы, которые из кожи сделаны. Есть женские бомберы текстильные, но мужские бомберы это нечто. Особенно, если мы хотим их носить вот с такими летящими силуэтами. Например, плессированными юбками. Меня часто спрашивают, я на Италии популярны плессированные юбки. Мега супер популярны. Юбки из тюля популярны. Вот с таким бомбером будут прекрасно смотреться. Ну и кружевное мое платьице, это то, что я буду носить с этим бомбером в том числе. Ну и, конечно же, не могла не показать вам такую красоту. Что это? Это самый обычный свитер из Кашемира. Правда, у него рука в три четверти. Очень сложно найти рука в три четверти. И он достаточно узкий, и он достаточно короткий. Я его еще ни разу не надевала. На нем еще есть этикетки, потому что не было оказии. И такие свитера очень сложно сейчас найти. Вот такие же женственные свитера очень сложно найти. Нет, этикетки я уже срезала. Странно, обычно я все для видео оставляю. Но я хотела надеть. И очень сложно найти и такую расцветку интересную мужскую, и такую вышивку. Такую вышивку, конечно же, можно нашить самостоятельно. Это не так сложно сделать, я бы представлю. Я такую вышивку рекомендую всем носить, присмотреться к ней. Традиционно фирма 21 выпускает подобные вещи. Это могут быть даже свитшоты с вышивкой. Прямо-таки у лица зеркальная. Это дисквальд выпускает. Фирма дисквальд выпускает. Марка, точнее, модный дом дисквальд выпускает. Живанши выпускает. Валентина также вышивку у лица часто использует. Либо съемный воротничок, за который меня многие критиковали. У меня есть кофта знаменитая. Потом мне сказали, что у нее тут стоит некрасивая, непонятно. Кстати, нужно было надеть мне. И та кофта, тот джемпер, точнее, он подобный. То есть он очень укороченный. Его классно носить именно с юбками. Заправляя внутрь. Потому что сейчас такие вещи очень сложно найти. Все овер, все вот такое какое-то. Красивое, кстати. Почему бы нет? Но иногда хочется этой женственности. Я предсказываю, что женственность, она будет, в общем-то, очень-очень популярна в ближайшие годы. И ее будут цитировать очень многие. В итоге женственность мы увидим совершенно точно через какой-нибудь год, два года на стритстайле. То есть с подиума женственность перейдет в витрины магазинов, а потом она перейдет на улицу. Так именно тренды, в общем-то, на мой взгляд зарождаются. Поэтому вот так. Все блестит, все сверкает. У лица обязательно, обязательно желательно такое иметь. Если не имеете, можете сами нашить. А можете, кстати, я помните показывала, у меня был ободок, на нем резинка порвалась. И я ободок сохранила. Я обязательно куда-нибудь пришью. Обязательно вам покажу. И вот такие вещи можно купить. Прямо-таки готовые ленты, либо отдельные элементы в магазинах в Италии. Все для кройки и шитья. И забыла, что еще хотела сказать. А, если такой возможности нет, нашить. Вы не дружите с ниткой-иголкой. Нет никого, кто вам может подобные вещи сделать. Вы можете использовать самые обычные броши. Возможно, даже две одинаковые броши. Закалывайте вот сюда. Где-то я тоже это показывала. Подсмотрела я это у Оливии Палермо. Да, я где-то показывала летом. Кстати, зеленые балетки, которые многим нравятся, они имеют съемные броши. Броши-зажимы, которые можно закреплять как раз-таки на свитерах. Единственное, что они тяжелые. Например, на свитшоте можно без проблем закрепить. А на более тонком трикотаже закрепить не получится, потому что выворачивается. Потому что там зажимы имеются, как клипсы. А самые обычные броши, которые продеваются. Две купите себе яркие, красивые, со стразами. Желательно, чтобы стразы были прозрачные. Таким образом, при солнце, на самом деле, будет очень красиво отсвечивать вам на лицо. Вы, наверное, знаете, что очень многие блогеры, ну и вообще фотографии профессиональные делаются с такими круги-отражателем. Отражателем, на самом деле, они называются. Очень часто они в форме круга имеются и производятся. Это как раз-таки за тем, что вот эта вот подсветка на лицо снизу была, снизу была. Это очень-очень эффективно. Ну, а со следующей вещью, на самом деле, что называется смех и грех, так же, как с леопардом, хотела вам показать, потому что она тоже очень отражает суть моего стиля. Если вам нравится мой стиль, то вы можете к таким вещам тоже присмотреться. Но не нашла. А это была самая обычная фельпа, как мы называем на итальянском языке. Кстати, вот здесь у меня и брошь приколота, надо же. Вот такие броши я имею в виду. А если у вас две получится найти, вот здесь вот приколите их, очень будет красиво смотреться. А брошь я имела в виду вот подобную. по размеру, по фактуре, по, скажем так, переливаемости. Вот такая очень простая брошь. И я не нашла то, что я хотела вам показать, потому что эту вещь я купила давно, и много раз вы в ней меня видели, а другую вещь я купила недавно, но вы тоже много раз меня в ней видели. Это самый обычный свитшот, где имелись масти-карты вот здесь на городнике, на горловине. Я, на самом деле, очень трепетно отношусь к свитшотам, стараюсь, признаюсь, покупать их, что называется, подороже. И, надеюсь, покачественнее, потому что после стирки для меня важно, чтобы свитшот выглядел хорошо. А свитшот стирается, конечно же, часто, потому что он носится часто. Могу сказать, что свитшоты Puma потрясающего качества. Вот эта внутренняя часть, которая очень с ночосом, очень теплая, очень комфортная, она не скатывается. Ну, по крайней мере, не после первых стирок. Я уже два раза свои свитшоты стирала и горки купила. В общем-то, я очень всем довольна. А когда я ищу свитшоты подороже, что называется, то постоянно лейбл, лейбл, еще раз лейбл. И, соответственно, вот я, ну, примерно так же, как вот здесь, но здесь все бюджетно. Здесь, в общем-то, здесь история, на самом деле, за этим лейблом. Поэтому, в общем-то, я спокойно отношусь к тому, что он на груди у меня сверкает. И я рекламирую эту фирму. Тем более, повторюсь, такие вещи, где имеется спортивный лейбл, спортивная узнаваемая какая-то тематика, она нас молодит. Потому что отсылает смотрящего на нас, как я часто говорю, мыслями к спорту. Вот мы в спортивной одежде, значит, мы такие спортивные, молодые, бодрые и хорошо. А когда у нас здесь гучи, бербери, дольче габбана, что еще может быть, лоран написано, то, в общем-то, это отсылает к мыслям о том, сколько мы потратили на ту или иную вещь. Так вот, самый обычный черный свитшот. Я как раз-таки тот свитшот и выбирала, потому что он был, он, кстати, лоран, сэн лоран, переименовали. Боже мой, я вообще не могу вспомнить, как теперь это называется. Я ищу старые закалки, я за того и сэн лорана, который сшил сарафан. Так вот, да, лоран, наверное, называется правильно сейчас марком. Могу сказать, что это единственный свитшот, который был очень скромный. И у него вот прям-таки только на горловине написано, маленькими-маленькими буквами, первые две буквы. И он очень хорошо выглядит, потому что я вот за такие простые свитшоты. Найти их крайне сложно. В этом свитшоте мне молнии не нравится, но другого я найти просто не смогла, потому что это фирма 21. Она тоже очень любит вот здесь вот написать номер 21. И, соответственно, очень узнаваемый. И ты всем показываешь, всем рассказываешь, сколько эта вещь тебе стоила. Так вот, вот такие черные свитшоты прекрасно компонуются совсем-совсем-совсем. В особенности с очень романтическим низом. Опять же, прессированная летящая юбка, юбка из тюли, мое платье кружевное, которое многие мне написали. Яна, маловато тебе платье, нужно было большего размера брать. Хотя я хотела поменьше взять, честно вам скажу, потому что что-то в плечах мне не очень понравилось. Я люблю, когда все в аптек, в аптек, в аптек, просто таки там, где должно быть узко, должно быть узко. Ну, не знаю, мое такое представление о себе самой, о том, как должна выглядеть женщина. Так вот, могу сказать, что вот эти три вещи, которые я вам показала, это бомбер, свитшот, а также достаточно узкий свитер-джемпер, который не бриталенный при этом, но укороченный, имеет рука в три четверти, плюс имеет здесь красивую вышивку. Это, в общем-то, вещи, которые я люблю. Это вещи, за которыми я охочусь. Единственное, что бомбер, наверное, все-таки вещь не та, за которую я охочусь. У меня очень много бомберов. По весне, наверное, стоит мне их все выгулить и заодно вам показать. Но сейчас я часто снимаю стритстайл, поэтому, в общем-то, есть у меня возможность и повод поднарядиться. Чего всем желаю? Желаю, чтобы у вас было настроение, прежде всего, выглядеть классно, стильно, хорошо, а не накрашивая, как, в общем-то, сегодня у меня. Хотела очень-очень расслабленно выглядеть. Естественно. Ну и вообще, я считаю, что зритель должен видеть своего блогера естественного освещения и естественного медиа, потому что, если ты записываешь контент о том, как обходиться без крема 8 лет или 7 лет, я уже не помню, сколько я без крема, как обходиться только лицевой гимнастикой, как не ставить ни ботокс, ни гиалуроновую кислоту и, в общем-то, по минимуму макияжа, только красные губы, то иногда ты должна себя показывать такой, какая ты есть. На этом с вами прощаюсь. Это была Аняна Скворцова. Всем пока-пока.